Евросоюз осуждает агрессию российской армии, призывает Москву освободить украинских политзаключенных. Такое итоговое заявление после саммита Украина-ЕС в Брюсселе. В документе вспомнили поименно всех украинских политузников Кремля. Евросоюз в очередной раз заявил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма. Более подробно о результатах саммита мы поговорим сегодня с нашей гостьей Юлией Тищенко, экспертом Украинского независимого центра политических исследований. Приветствую вас. Добрый день. Ну и свежая новость. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Берлинскую декларацию, частью которой стала украинская резолюция о нарушении прав человека в Крыму. Об этом сообщил автор резолюции, постоянный представитель делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Артур Герасимов. Там речь идет о продолжающейся нарушении прав человека и основных свобод в автономной республике Крым и городе Севастополь. В частности, требуется от страны агрессора немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко и других. И, собственно, опять же, есть еще одно заявление Европы о непризнании аннексий Крыма, о политических репрессиях в Крыму, что дает вот эти два очередных заявления. То есть, есть определенный такой статус-кво в этих заявлениях, то есть, с 2014 года Европа последовательно заявляет о непринятии аннексии Крыма. Что дает еще одно такое заявление? Ну, смотрите, это же не просто там какой-то переходной текст, да, то есть, это текст. Общее заявление по результатам достаточно символичного, значимого саммита Украина-ЕС, да, 20-го саммита, по сути, юбилейного саммита. И если мы, ну, как бы посмотрим резолюции, которые были позже того, по-моему, три года не было, кстати, вообще никаких резолюций на эту тему, то эти формулировки, они более чем значимы. Почему? Потому что, если раньше в каких-то текстах, значит, осуждениях, безусловно, шло и об аннексии Крыма, и в том числе, там, о исполнении минских соглашений, то теперь, ну, вот в этом достаточно значимом, знаковом документе, фактически, ну, как бы черным по белому расширено, что российская агрессия началась не на Донбассе, она началась в феврале 2014 года. Раньше, фактически, как это ни парадоксально, не звучало, вот именно вот это словосочетание так артикулировано, особенно в такого рода документах. Ну, плюс, действительно, как вы совершенно справедливо ранее заметили, были перечислены наши политические заключенные, которые есть в Крыму. Я бы не сказала, что все они поименно перечислены, да, то есть, ну, как бы, такие более известные на слуху лица. Да, и, ну, у нас, как бы, более 70 человек, да, вот тех, о ком говорят там представители международных организаций, правозащитных организаций, как политических заключенных. То есть, ну, там перечислено человек 10, да, то есть, не больше, я думаю, что еще в дальнейшем предстоит, как бы, более долгий, кропотливый путь по еще большему привлечению внимания ко всем, кто сегодня находится вот в местах ни воли, ни свободы, но, по сути, есть политическим заключенным и заложником, заложником той ситуации, которая есть. Ну, вот смотрите, кстати, про агрессию, когда она началась. Есть такой момент, в документе содержится формулировка об осуждении акта агрессии со стороны вооруженных сил России против Украины с 2014 года. Вот на этой формулировке настаивал Киев, но тут есть еще такой момент. Россия настаивает, ну, потом уже признали, да, ну, не в супермаркете купили там форму, да, это были наши там войска, но вопрос, Россия говорит, нет, ну, это как бы вот на референдум не повлияло, а Украина говорит, нет, российские войска были до референдума. Да, вот в этой, тут, видите, как-то обтекаемо. Не, ну, тут оно даже вообще, честно говоря, не обтекаемо. Почему? Потому что, если говорится, как бы, черным по белому, что российская агрессия, это февраль 2014 года, так называемый референдум, это, значит, 16 марта 2014 года, то есть агрессия началась до, то есть о какой, ну, как бы легитимности вообще, да, можно говорить. Да, собственно говоря, никогда Евросоюз, ну, ни одна страна Евросоюза, она не говорила о легитимности, о каких-то легитимных основаниях, о признании результатов вот так называемого референдума. Ну, это первое. Ну, такой пункт. Второй пункт, ну, что, на мой взгляд, очень важно, поскольку упоминается Крым, ну, и агрессия, да, война на Донбассе, говорится о военном российском присутствии. Это в очередной раз, ну, по сути, и в Европейском Союзе вот на такого рода, ну, как бы, встречах, совещаниях результаты же принимаются не так, как кто-то один сказал, да, то есть это консенсус, даже не компания, это именно решение консенсусом всех членов Евросоюза. То есть это в очередной раз продемонстрировало, ну, как бы, вот эту нивеляцию очень активных российских тезисов, мифами, вот, не буду их называть мифами, их делает сама Россия, о том, что нет единства в Евросоюзе, что все спят и видят, значит, энное количество стран, которых большинство, как взять и снять, значит, с России санкции. Но вы знаете, с другой стороны, если вспомнить о новом итальянском Кабмине, о позициях там, да, некоторых товарищей политиков в Австрии, в Венгрии, в Венгрии тоже самое. Я понимаю, но тем не менее, несмотря на это, несмотря на вот те интерпретации, которые мы регулярно слышим, значит, в том числе от российских СМИ, про отсутствие единства в Европейском Союзе, понимаете, если бы вот все было абсолютно так, как это считает, там, какой-нибудь ТАС или РИА Новости, таких бы формулировок просто не было, да, было бы что-то более, как бы, такое обтекаемое. То есть это еще подобные формулировки, они, по большому счету, носят действительно яркие политические оценки и долго идущие последствия от этого, да, в том числе и в виде санкций, в виде возможного расширения санкций. Особенно интересно и важно, что подобные формулировки, по сути-то, появились перед 16 июля, а 16 июля у нас запланирована, значит, значимая встреча между российским руководством и американским политическим руководством. То есть вот эта вот встреча Трамп-Путин, опять же, очень активно раскручивается этот, как бы, непонятный тезис, который, ну, время от времени дозавуирует сама американская администрация о том, что, значит, Трамп якобы считает, что Крым — это Россия, да, почему там, потому что там кто-то говорит, значит, на русском языке, ну, и так далее, и так далее. Ну, и опять же, такой тезис там, что при каких условиях, может, ну, теоретизируют разные политологи, может Трамп каким-то образом признать Крым российским, какими, ну, непонятно, конечно, если Конгрессы. Нет, ну, это интрига, повышение ставок, безусловно. Вот, но тем не менее, все равно это России что-то будет стоить, то есть сколько это будет стоить России, ну, такие рассуждения есть. Ну, я не думаю, собственно говоря, что... Ну, там сложнее все, я думаю, что это, знаете, такие, ну, игрушки для ребенка, да, вот яркие шарики перед переговорами, да, то есть, ну, как бы возможность, ну, продемонстрировать, что мы готовы, значит, как бы готовы к компромиссам, ну, очень хорошо, что они сами по себе, как не парадоксально, да, вот хоть как-то, может, там начнут говорить. Другое дело, что, ну, это не реквявик в времен Холодной войны, да, ну, собственно, и там особо ни о чем не договорились, но тем не менее, это, возможно, что-то, да, то есть что-то принесет в дальнейшем. Главное, чтобы это что-то не было в ущерб интересам Украины. Да, очевидно. В совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС Украина настаивала, чтобы был пункт об осуждении сооружения России Северного потока-2, но такого пункта в этом совместном заявлении нет. То есть, видите, формулировки формулировками, а Северный поток, Германия строит свою часть, тянет, Швеция тоже разрешила там в своей экономической зоне проложить часть трубопровода. Ну, как вы думаете, почему не случилось вот такого, не включили эту формулировку об осуждении Северного потока-2? Ну, потому что включили другие формулировки не про Северный поток, да, и, безусловно, это как бы повышение ставок было Киева со стороны Киева в процессе этих переговоров. Самое начало, ну, всем известна украинская, да и не только украинская, польская позиция, например, да, по поводу Северного потока-2. Известно также, что бизнес тех стран, вот, которые вы назвали, он, в принципе, может быть заинтересован вот в этом проекте, который носит, ну, в общем, как об этом, как это интерпретирует совершенно справедливая Украина, совершенно не экономический характер, да, то есть это такое средство, давление, да, это средство инкорпорирования, да, такой бархатной даже коррупции, может, и не бархатное слово, европейских, европейского бизнеса, европейских политиков, эти вот российские энергетические схемы, вот, поэтому, ну, пока этих пунктов резолюции нет, но это как бы никак не меняет оценки, позицию Украины и дальнейшие усилия по, ну, как бы, информированию, вот, ломанию этого очень своеобразного консенсуса, вот, там, Германии, ну, в основном, один из локомотивов Германии и немецкий бизнес, относительно Северного потока-2. Ну, вот, Трамп на Германию по этому поводу напустился. Германия полностью контролируется Россией, ведь получать от 60 до 70 процентов энергоносителей от России и еще новый газопровод, скажите мне, это приемлемо? Я думаю, что нет, и это очень плохо для НАТО, сказал Трамп, отчитал Германию. Тут с Трампом, ну, я бы как бы не отчитывала Германию, да, она тоже там лавирует, вот, так или иначе, но в данном контексте, да, в данном конкретном случае с Трампом сложно не согласиться, честно говоря, да, но, по крайней мере, про влияние российского энергетического лобби, там, российских политиков с этим связанных на решения, которые принимаются в Германии относительно Северного потока-2. Я сейчас не буду вспоминать вот этот фактор Шрёдера, значит, бывшего нередского канцлера, да, который очень успешно, долго, значит, и глубоко сотрудничает с Газпромом. Ну, был канцлером, а теперь был. Да, да, бывшего канцлера Германии. То есть все вот эти лоббистские усилия, все лоббистские усилия России, которые, в принципе, кстати, очень активно присутствуют в Германии в информационном поле, в различных каких-то небольших там бизнес-саммитах на уровне этих региональных земель, то есть Россия очень активно работает в Германии, пытается формировать общественное мнение, ну, как бы, в свою пользу. Безусловно, Меркель так или иначе должна с этим считаться, хотя у нее же тоже есть абсолютно четкие оценки и аннексии Крыма, и ситуации на Донбассе. Ну, видите, можно дать четкую оценку аннексии Крыма и строить Северный поток-2, например. Можно, да, но пока, по крайней мере, то есть это такая достаточно своеобразная политика, да, и, ну, очевидно, германское политическое руководство полностью не готово, значит, вот вести ту линию, ну, по поводу, там, разорвания каких-либо, там, экономических, там, диалоговых связей с Россией. То есть мы это видим, это есть. Ну, а с другой стороны, посмотрите, вот, пример Германии, может быть, и для других европейских стран. Вот Германия, как бы, официально осуждает, но, тем не менее, строит Северный поток. Франция тоже может, например, официально осуждать, но продавать мистрали, да? Нет, смотрите, ну, Франция не дала мистраль напрямую, да, не, ну, собственно, тут, как бы, несмотря там на все тоже пророссийское лобби во французской политике, тем не менее, нет, да, то есть, ну, и, скажем, визуально картинка такая, то есть мы разговариваем, диалог, как бы, есть, но, тем не менее, санкции остаются, остаются, да, то есть, более того, они даже, ну, и расширяются. Очень сложно, скажем, следить за этими, ну, санкциями, но, тем не менее, расследование, там, деятельности тех компаний, которые работали, там, на строительстве этого Керченского мостового перехода, да, то есть, даже скандал вокруг Сименс, на самом деле, да, но это все-таки указывает на то, что, ну, есть правила, есть процедуры, да, и не совсем, как бы, вот эти вот экономические, экономичная дутильность, да, что она оправдывает все политические решения, то есть, тут сложнее ситуация, безусловно. Ну, собственно говоря, 17 июля в Берлине будет встреча Украина-ЕС-Россия по поводу новых каких-то форматов транспортировки российского газа в Европу, посмотрим, о чем договорятся, ну, хотя, возможно, вопрос северного потока, хотя, как его не поднять на эту встречу, ну, очевидно, что... Нет, он, безусловно, будет подниматься, и позиция Украины здесь не изменилась, и, очевидно, там немецкая сторона, как бы, она же тоже, ну, периодически говорит, да, как одной из исходных, ну, как бы, позиций в том, что транзит по украинской территории российского газа в Европу, он, несмотря на этот проект, он не будет уменьшаться, да, то есть, вот эти вот, такая специфическая конфета Украине, ну, если это можно так назвать, остается. Но сам проект, это действительно усиление российского влияния в Европе, это действительно, как бы, дальнейшее продвижение российских экономических и, соответственно, политических интересов. Почему? Потому что энергетика для России, это, ну, не просто экономика, это, скорее, экономика, которая конвертируется в политику, во влияние, и во все, значит, различные схемы с этим связанные. Ну, о политике влияния, вот, кстати, совершенно такая, еще одна интересная новость. Из Греции высылают российских дипломатов по формулировкам прекрасным. Они, оказывали, там, пытались действовать через афонских старцев, там, их, там, как-то гипнотизировать, там, что-то им рассказывать. И также вмешивались, там, дестабилизирующие в отношения между Грецией и Македонией, ну, в общем, вот, высылают. Ну, а Греция, в общем-то, ну, не то, чтобы, там, вот, как-то в контрах, там, особых с Россией до того была. Это что может значить? Ну, скажем так, я, как бы, небольшой эксперт в российском влиянии на афон. Это отдельная тема. Тонкие материи. Это очень тонкие материи, это отдельная тема для отдельного, значит, действительно очень серьезного разговора, на самом деле, да, но если взять вот ту ситуацию вокруг Греции и Македонии, и, ну, вот этой ситуации с Россией, ну, Россия давно пытается играть с Балканами, да, и влиять на всю, на политику Балкан. Македония вот-вот должна вступить в НАТО, вот, буквально, вот, буквально на днях, вот, поэтому какие-либо обострения взаимоотношений между Грецией и Македонией, да, то есть референдум был проведен в Македонии по изменению названия, почему-то, что были противоречия с Грецией, да, то есть, ну, я не буду сейчас эту историю пересказывать, то есть Македония греческая, Македония как республика Македония, да. Не дает покоя сегодня. Безусловно. И, как бы, Россия вот так же очень активно в этой ситуации попыталась смешаться. И для чего? Для того, чтобы общая ситуация, общие договоренности могли бы быть так или иначе дестабилизированы. Я не уверена, что там уже влияния бы на это хватило, но, тем не менее, для того, чтобы как-то изменить вот этот вот ход вступления Македонии в НАТО. Возвращаясь к итогам саммита Украины Евросоюз, Украина также хотела, чтобы каким-то образом в этом совместном заявлении был отображен пункт о миротворцах на востоке Украины. Но этот пункт тоже не был включен. Но, как вы думаете, а вообще какие перспективы, под каким мандатом появление миротворца? Вы заговорили о Балканах. Кстати, сегодня такая весьма печальная дата. Это годовщина резни в Серебрянице. Это была территория, объявленная решением Совета Безопасности ООН, как такой анклав зона безопасности, в которой никакие сил не ведут боевые действия. Но это не помешало зайти туда сербским формированием и вырезать Серебряницу. Вот и решение Совета Безопасности вам тут никак не помогло. И миротворцы, которые, кстати, там были, они, опять же, ничего с этим поделать, к сожалению, не смогли. Перспективы появления миротворцев на востоке Украины, возможно, и в Крыму когда-нибудь, почему бы и нет, например, и под каким мандатом? Из реалистических сценаристов. Вы упомянули, опять же, вот этот меморандум в результате саммита. Действительно, миротворческих сил УН там нет, но там есть СММ, то есть наблюдательная миссия АБСЕ. И, как бы, тоже много говорится и о усилиях, и о мандате, да, то есть вот этот формат, безусловно, ну, как бы легитимный, поддерживается. Относительно миротворцев, ну, мне кажется, Европейский Союз это так не артикулировал, исходя из того, что еще, ну, как бы, четкого понимания и видения миротворческой миссии на Донбассе, да, то есть она у разных сторон, это видение, оно, как бы, существенно отличается, по сути, да. То есть Украина, ну, говорит о необходимости размещения миротворцев не, как там, охранников СММ, да, не на линии соприкосновения, а на российско-украинской границе. Логично. Ну, то есть Россия, безусловно, говорит, что как-то это может быть, это потом, это когда-то, то есть там другой сценарий. Там есть разница в интерпретации, ну, соответственно, мандата, да, то есть очень сребница, это все-таки немножечко, ну, как бы, страшная трагедия, но это не, ну, нельзя тут прямые коннотации проводить. Сейчас более 35 миротворческих миссий. Многие миссии вообще существуют более 70 лет, как-то, например, значит, в районе Ливан, Израиль, то есть вот в регионе Ближнего Востока. И все зависит, кстати, от того, какие у них возможности, какой у них мандат. То есть украинская сторона, безусловно, выступает за то, чтобы, а, был контроль на границе, понятно, что миротворцы это нейтралитет, и никто за украинскую сторону воевать не будет, но это содействие демилитаризации этого региона, по крайней мере, началу демилитаризации. То есть создание ситуации, которая потом, со временем, может привести к стабилизации ситуации и к уже реализации тех политических, значит, договоренностей, которые, по сути, есть. Россия этой, безусловно, совершенно не нужна. Ну, естественно, потому что, как минимум, это может совершенно усложнить России возможность переброски в так называемые ЛНР, ДНР каких-то своих группировок, оружия, боеприпасов и так далее. Если вы посмотрите на ту информацию, которая вообще подается про миротворцев в этих самых провозглашенных республиках, ну, в России, да, то этого из каната войдут под видом миротворцев, значит, и у вас будет, как бы, там, резня. И будут всех насиловать. Да, и что-то в этом роде. Вот, поэтому, ну, как бы, настраивается уже сегодня априори, ну, наши сограждане в так называемых ЛНР, ДНР против вот этих сценариев, связанных с миротворцем. Плюс достаточно сложно все-таки будет принять это решение, да. Ну, с одной стороны, это, возможно, скорее всего, вето России, как постоянного члена Совета Безопасности, да, Совета Безопасности. Да, с территориями, с площадями. Чтобы не были там члены, участники стран, член НАТО, ну, и так далее, и так далее. То есть можно найти эти же компромиссные варианты, то есть европейских стран, которые не входят в НАТО, да, то есть... Нейтральная Австрия, например, ну, это же слышно. Ну, почему? Или нейтральная, например, Швеция, или нейтральная, например, Швейцария, то есть которая не входит ни в ЕС и ни в НАТО. Вот, поэтому, ну, как бы, могут быть разные варианты на самом деле, да, то есть, ну, пока они, собственно, и слушать никто не хочет. То есть тут проблемы, начиная от мандата до видения того, как, кто, ну, и на какое время туда зайдет, и плюс, действительно, бюджет миссии. И даже если вдруг предположить, что это решение будет, там, принято, да, то до момента принятия, до полной его имплементации, ну, это, в общем-то, всегда проходит какой-то период. То есть это не 10 человек переместить куда-то? Ну, ну, что, миротворцы бы, конечно, не помешали, ведь в 2014 году, в этот день, под Зеленопольем, из-за обстрелов российских градов с российской территории, погибли украинские пограничники, которые искренне удивлялись, как это российские коллеги еще совсем недавно нас убивают. Ну, что же, а еще в 1302 году состоялась битва золотых шпор. В ней фламандское ополчение, которое состояло в основном из ремесленников, простых людей, разбило на голову тяжелых французских рыцарей. Ну, если есть держать единство строя, это будет и победа. В студии работал Георгий Спасококовский. В гостях у нас была эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на страничку ЮАКР в фейсбуке. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok